Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь, уже устал повторять, Казоку Фэмили, короче, вот, и, короче, с вами Казоку Фэмили, мы уже продолжаем четвёртый сезон, эпизод, сезон, неважно как, Салли Фэйс, уже предпоследний эпизод, ещё чуть-чуть осталось до финала, хотя этот геморройный будет четвёртый эпизод, так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, или можете лежать, сидеть, стоять, смотреть, с телефонов, планшетов, с компов, какая разница, если вы здесь, вот. Вот, я хочу сразу предупредить, у меня настрой не такой пиздатый, если кто следит за новостями, то можно сказать так, я болею, болею неприятной болезнью своей матери, вот, так что я не жалуюсь, просто состояние здоровья у меня ухудшилось, вот, поэтому желайте мне выздоровления, Или желайте мне смерти, похуй, в любом случае, я здесь, снимаю для вас, снимаю сейчас, хейтеры пусть обосрут меня, как хотят, мне похуй, я поехал. Вот такой же звук от этих ебучих хейтеров, как сейчас, так же надействует на голову, чьи так красные глаза, погнали. Чёрно-белый цвет, чёрно-белый цвет, чёрно-белый цвет, а вот рогатая тварь, Вильзипуп. Так, ты кто? Я лорд Вильзипуп. Ух ты, правда? Так значит, ты дьявол или типа того? Нет, это прозвище меня наделили сородичи. Хм, с семьёй порой тяжело. О, истину. Так, можно я пройду в ту дверь? Ты только что пришёл, нет, тебе нельзя приходить через мою дверь. Сперва ты должен восхититься моими творениями. Твоими творениями? Да. Во тьме их пять, последний не должен увидеть ты, среди доступных четырёх увидишь должно три. А как закончишь, так ко мне приди. Ладно, как скажешь, Эдгар. Вильзевул. Лорд Вильзевул. Лады, Вильз. Повторить стишок? Во тьме их пять, последний не должен видеть ты, среди доступных ты увидишь три. А как закончишь, ты ко мне приди. Ясно. Этот хрен больше ничего не скажет. Один. Два. Три. Четыре. Ладно, ладно. Первый, так первый, блядь. Глазки. Дверь постучали, вновь прозрел, я вновь стал с собой. Внезапно оно владело мной, и свобода обернулась хуйнёй. Я был вынужден наблюдать, узник собственного разума ебать. Я делал ужасные вещи непростительные. Ясно. Ясно. НП. Если бы я ещё знал, что водить, чтобы по этой локации долго не бродить. Что мы сделали, чтобы заслужить эти муки? Они хотели поглотить всех нас. Ничто не могло остановить их. Обжигающие огни богов. Их бдительные очи обратились криками, а потом всё исчезло во тьме. Ясно, понятно. Спасибо, синьпай. Я ничего по этим символам не соображаю. Я аназавр. Анавозавр какой-то. Я была сломлена, пока он не нашёл меня раздробленной и потерянной. А потом он посмотрел на меня и увидел насквозь. Будучи брошенной всеми остальными спустя годы в невидимости и слышимости, он увидел меня. И мы полюбили друг друга. Всё было идеально. Пока не развалилась вновь, и теперь осталась лишь боль. Ясно. Непонятно, но ясно. Так. Сложная локация, к сожалению. И как её открыть? Прекрасно. Ещё бы знать, как её открыть. Эти цифры, блин. 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 он тоже профукал это все четвертой двери так еще пять нет нифига подсказки опять на так он же по-моему открывал нет стоп все серьезно он не знает ладно куда он дальше то пойдет то шестую дверь или серьезно в шестую они полны разгоняя скорби они страдают да блять они убиты горем и чё я знаю что не будет пожалуйста увидимся вельс это ж конец но естественно сейчас идич с кассетами бы началась только кассет нихуя нету блять где их брать вот и взрослый саллина саллина сальсификация где мой телефон проебал наверно ты телефон так подожди второй этаж снаружи так светло а ты чё летучая мышь что ты любишь светло и что тут тут ничего нету вот реально наша местная загадка о двух новостях этим утром горела ногфельского я фабрика пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно однако к тому времени как им удалось справиться с пламенем большая часть здания и материалов была уничтожена это предприятие было главным местом работы для жителей нашего города с 1934 года этот третий случай пожара в здании однако никогда прежде он не достигал таких масштабов власти считают что пожар был устроен намеренно однако более подробную информацию в данный момент предоставить не могут ранее в этом году был юбилей за дня предыдущего пожара второго по масштабам не погибли 20 человек э настоящее время неясно могут ли владельцы позволить себе реконструкцию предприятия в последних десятилетиях прибыль постепенно снижалась что приводило к финансовым проблемам если им не удастся восстановить производства многие семьи потеряют источник дохода мы будем держать вас курсе происходящего по мере поступления новостей ясно понятно какая-то фабрика фабрика грез почти как фабрика звезд туда опа гинза чувак серьезно откуда ты вообще продолжаешь таскать эти стикеры ясно вот любящий стикеры чё прикольно довольно необычно для кота ничего тебе не вернует что ли больше какой код значит мы не знаем код который тот установил да значит возвращаться надо назад кодик пусть сидит никого не трогает котик окей вот и хрен нил утреца салио чё как привет нил сегодня мисс хвостиков кажется я ни разу не видел тебя со скучными волосами два узнал ага ты как чувак ты словно в облаках летаешь ммм ага я в порядке ты нормально спишь я слышу что ты пару раз вставал прошлой ночью внизу есть кофе знаю что ты его не жалуешь на тебя стоит выпить кружечку это поставит тебя на ноги я никогда не начинай день без дозы кофеина спасибо чувствую себя разбитым без проблем с салио ясно а куда нам валить то в подвал что ли какая в общем цель не понял нифига ну честно чё за бред ничего сука не активируется гитара блять серьезно бет а чё делать то подожди разве он не знает где телефон я понял что ты не настроение мэн ладно нам да ёпарас это ты не видел мой телефон нигде не могу его найти я нашел его на крыльце и решил что не стоит оставлять и где спасибо я не понял что оставил его на улице не парься со всеми бывает держи чувак ясно где тот у него занятия ладно как продвигается охота на призраков тот говорил что в последнее время все движется медленно медленно ну да еле движется с мертвой точки ведь опять пытаетесь защитить меня парни это очень мило но ведь знаете что я способен за себя постоять да нет просто пять лет четверо друзей закончили соглаш заключили соглашение я уважаю такую верность вообще это охренеть как мило ха кстати о милом я слышал что сегодня приезжает очаровательная эш одиноко волчится четырех всадников волнуешься мы должны встретиться днем значит нет не могу дождаться нашей встречи просто знаешь чувствую какую-то усталость я за еще остался кофе он взывает к тебе сали кромсали возьми меня мда эротиком эм придется тебе уточнить мистер соня прошлой ночью мне показалось что я слышал что-то вроде странной сирены я ничего такого не слышал может гизма опять смотрел телек нет это не то как будто неважно наверное просто кошмары боже чувак ты точно себя хорошо чувствуешь да я в порядке как работа о блинский работа у меня же утренняя смена мне нужно бежать увидимся позже пиздуй чё ладненько ну рисовка в игре прикольная ну давай минутку можно тут потусоваться пока телефон зарядится у него в игре как же тяжело не порвать пакетик в чай ребят вы бы блять знали вы не обращайте внимание что я ругаюсь просто настроение в говно а ну это из-за как сказать усталости болезни блять это нормально жить можно можно но не так как раньше если лекарство не хуярен будет еще хуже а с нашими блять врачами надо без комментариев надо в комнату пиздовать просто я нахожусь в жопе мира был бы большой городок то тогда бы было отношение людей другое а мы в ёбаной деревне находимся блять ну ты телефон будешь проверять заебал зарядился блять проверка блять не спишь уже нет чё такое это чё то не так с апартаментами эдисона помимо призрака в жутком подвале я серьезно скоро буду дай мне пару минут напишу как буш готов готов впути эпизод четвертый суд Ваши слова довольно сильно разнятся с вашей изначальной историей, мистер Фишер. Разве вы не утверждали, что не поддерживали общение с Ларри? Утверждал. Вы признаёте, что врали в своих изначальных показаниях? Да, я находился в состоянии шока и думал, что правда лишь усугубит положение, что мне никто не поверит, я не знал, как поступить иначе. И как же нам теперь верить вашим словам? Как разобраться, где правда, а где ложь? Кроме правды у меня ничего не осталось, важно, чтобы люди прислушались к моим словам, а поверят они или нет, что ж. Ради их же блага надеюсь, что поверят. Это угроза? Это предупреждение. Вы хотите, чтобы мы поверили, что Панокфиллу до сих пор разгуливает убийца? Что представленные сегодня улики кровь жертв? На вашей одежде кожа отпечатки ваших пальцев, на орудии убийства, записи с камер наблюдения, показания свидетелей, что все они призваны вас подставить? И кто же так потрудился? Полиция округа? Хм... Если суд не возражает, я хотел бы продолжить давать показания. Эту историю важно рассказать в конологическом порядке, чтобы... Избежать выдергивания деталей из контекста, но еще сильнее, чем они уже были выдернуты. Ебать ты умный, Салли, блядь. А суд не возражает. Хорошо, продолжайте дачу показания, мистер Фишер, но запомните, ответить на вопросы обвинителя вам все равно придется. Я на все отвечу. А продолжайте. Угу. Чувак, говорю тебе, что-то явно не так. Ты снова видел демона? Нет, я не видел его с тех пор, как мы его сто лет назад вынесли. Да, я утром взял супергербой и все здание прочесал, но ничего не нашел. Все призраки куда-то пропали чуть ли не месяц назад. Как-то странно, хотя это может и неплохо, может они наконец смогли отойти в лучший мир. Не знаю, мужик, у меня какое-то нехорошее предчувствие. Как будто у меня под кожей что-то ебонькается в черепе, скребется. Словно затишься перед бурей, я это чувствую, чувак. Хм. Что? Дежавю, я тоже его испытываю. Будто все в тумане, а за ним что-то ждет, притаившись. Да, именно, что бы ни было, источник в апартаментах. Ну, че, посмотришь со мной или как? Конечно, посмотрю. Ну, че, ебать, попиздили. Сходим. У него сегодня занятие. А, точно. Я надеялся, что он сделает новый гаджет, этот Тодд. Он работает на чем-то, но, кажется, еще не закончил. Модификация гитары, наконец, завершена, но Тодд так и не показал мне ее, как пользоваться. Лучше с ней не баловаться. Надеюсь, она будет работать лучше, чем та штуковина в виде коробки, которую он сделал в прошлом году. Точнят. Предпочитаю, что моя гитара оставалась целой. Ну да. Ты готов? Почти. Хочу перевести все, что осталось на выходных. Наконец-то переберусь из своего подвала. Круто. Тодд сказал, что мы можем взять фургон. Шикарно. Ага. Нокфилл Холмс. Мда. Кладбище. Че, комментировать ничего не будешь, Ларри? Церковь. Фелпс Министры. 1700, че-то там третий год. По-моему, мы-то там еще окажемся. Че-то когда... Привет, Сал. Да. А что, если уже нельзя ничего исправить? Типа, мы вообще единственные, кто пытается это сделать. Думаю, остальные предпочитают просто игнорировать тот факт, что все катится к ебеням сейчас. Ну почему? Не понимаю. Почему они такие счастливые? Почему мы не можем вести себя так же? Может, потому что нам не поебать? А может, мы не можем смотреть сквозь пальцы на всю хуйню, которая тут происходит? Наверное, я даже не знаю, чел. Мда. Так вот, эта церковь мне напоминает сразу постул почему-то второй. Не знаю почему. Не знаю, будет ли у меня желание постул попроходить, но игрушка постул, конечно, ржачная. Блин, из-за лимона приходится чай пить ебанутым способом. Так. Апартаменты Эдисона, да? Угу. Блять. Угу. Так. Кажется, про бурю ты не ошибся. Бля, реально буря. Что ж, вперед. Погнали. Хм. Опять камеры, хуямеры. А, мистер Эдисон так давно тут все складывает, что наверняка уже и не помнит, что в коробках. У них наверняка полно вещей, почившие семьи какой-то. В некоторых. А в остальных старая одежда, чайные сервизы, кулинарные книги, просто куча старой херни. Ларри. Чё? Ты копался в вещах Терренса? Там, естественно, чел. Как я мог на них не копаться? Он же из комнаты никогда не выходил. К тому же я хотел убериться, что он не связан с культом. Ну, ты понимаешь, там трупы и все дела. Но тут только скучные стариковские манатки. Ну что ж, логично. Так. Манатки, хуятки. И чё? И чё? Добрейшее утро, юные сары. Как вы себя чувствуете этим днём? Неплохо чувствуем, а вы? Я просто замечательно. В апартаментах в последнее время очень спокойно. Но, конечно, мы исключаем по своему дорогому Салу Фишеру. И с Ларри тоже будет грустно расставаться. И я буду скучать по этому месту, но пора, наконец, выбраться из подвала. К тому же живём мы буквально через дорогу. Понимаю, наши юноши совсем выросли и готовы к следующему этапу своей жизни. Рад за вас обоих. Знаете, мальчики, я желаю вам всего самого лучшего, вы этого достойны. Спасибо. Спасибо вам, Терренс. Понятно. Ну, почему вещи Розенберг оставили тут? Эдисон до сих пор считает, что она уехала отдыхать или типа того. Вот уж не думаю. А игрушка где у нас? Старое кресло. Ты говорил, что она типа исчезла, да? Да, но не только. Перед тем, как исчезнуть, она стала призраком. Мне кажется, что она была не совсем человеком. А, да, помню ты говорил. И она какое-то время состояла в культе, но потом остановила их или попыталась остановить. Так что она была очень старой. Демоном. Серьёзно, но она выглядела такой человечной. Может быть, она использовала какое-то заклинание или трюк? Не уверен, как иначе бы она так исчезла. Если она и умерла, то трупа не осталась. Не знаю, чувак, но если она была демоном или наполовину демоном, то я рад, что её больше, блядь, нет. Не думаю, что она была злой, просто другой. Да, ясен пень. Да. Короче, тут делать нечего, да? Чё, по всем этажам хуярится, что ли? Да чего тебе, Сау? А он что здесь делает? Здрасте, миссис Гивсон, вы хотели? Ну что ж, обычное дело. Да уж, эта дамочка обид не прощает. Обид. А куда ж нам пиздовать? Ну чё-то в подвале-то. Та самая комната. Обыскать апартаменты. Не, ну мы-то их обыщем. Ну в эту комнату, наверное, рано пиздовать. Там же типа как это. Но дверь в ту херню. Как её, это... Где культисты обитают. Типа того. Странно покидать это место после стольких лет, что я здесь прожил. Я чувствовал то же самое, когда мы переезжали в Нью-Джерси. Но тогда я не знал, что именно такая перемена мне и требовалась. Так что я рад, что так всё сложилось. Ага, будет круто жить в одном доме с тобой и Тоддом. Честно говоря, я жду не дождусь. И всё же я понимаю, что переезжаю не так уж и далеко, но мне всё равно почему-то грустно. Это большая перемена, Ларри. Испытывать такие чувства в подобной ситуации абсолютно нормально. Ты в порядке? Да, я в порядке. Давай продолжим поиски. Да. Интересно, а где у нас эта херня, этот Гирбой? Комната Ларри. Комната его мамки. О! Ты помнишь первый раз, когда я увидел тебя без маски? Как такое можно забыть? Ты так ярость натряс башкой, что маска слетела с твоей башки и угодила мне прямо в лицо. Хэ. Ты так переживал за мой разбитый нос, что сперва даже не заметил. Я чувствовал себя виноватым. Да, но потом, когда я сказал тебе, что я в порядке, почему ты заплакал? Потому что ты не отвернулся? Ну да. А ты записал ту новую песню смысловой фальсификации? Конечно, братан. Хочешь заценить? Да. А, собирать кассеты? Или подожди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блядь, эти кассеты обязательно собирать, блядь, на каждом этаже? Чё-то я уже, блядь, запутался, нахуй. Ладно, давайте домик проверим. До тех пор не верится, что отец нас бросил. Совсем на него не похоже, будто выдумка какая-то. Я не... Я знаю, что ты что-то от меня скрываешь, Сал. Что-то про моего отца, ты отстойно хранишь секреты. Ничего страшного, мужик, я не понимал эти демы, потому что доверяю тебе. Если ты от меня что-то скрываешь, то неспроста. Так ведь? Хм... Сказать ему правду? Слушай, мне было очень тяжело молчать об этом, но я не был уверен, где правда, а где вымесел. А ещё не хотел тебя расстраивать, но... Кажется, твой отец как-то умудряется со мной говорить. Что? Не уверен точно. Поэтому и молчал, к тому же он просил ничего тебе не говорить, чтобы уберечь. Он сказал, что тебе опасно знать правду? Ну, если это правда, твой отец, ну тогда он, кажется, не совсем человек, но важнее всего то, что он вас не бросил. Он пожертвовал собой, чтобы попытаться остановить культ, чтобы защитить вас с Лизой. Ну, он любит вас больше всего, туда-сюда, короче. В смысле он не совсем человек. Сложно объяснить, но твой отец, кажется, был пришельцем или типа того. Он совершил аварийную посадку на нашей планете после того, как его родную поглотила тьма. Он был со своей сестрой Эвелин. Нанна то ли умерла во время посадки, то ли заблудилась. Он не очень нятно объяснил. Что? Никаких комментариев? Слушай, тебе не обязательно выдумать такую херню, чтобы выставить моего отца героем. И пришельцы, серьёзно, чувак, пришельцы в твоей истории реалистичности не добавили. Ларри, я не влю... Господи, не вру, клянусь. Ладно, чувак, всё нормально. Давай просто опустим эту тему. Ладно, но мы ещё к этому вернёмся, я ничего не придумываю. Да. Ну, лады. Лады. Загрузки, конечно, блядь, на юнити-движке, блядь, долгие нахуй. Ну, такие посекундные, в принципе. Ну, здесь быстрее. Хорошо, мы подвал... Там у нас ножа нету, да? Чтоб ножом открыть. Давайте на второй этаж. Тот. Блин, да тут до сих пор вонища. Да уж. Так. А где... Блин, не могу. Пятна крови? Четырёхкопытный дружок прячется. Ну, окей. Блин, а где нож находить? Я чё-то, блядь, забыл. Я должен был понять, что те ребята, они настоящие копы. У меня от них было странное чувство. Понятия не имею, как они умудрились вдвоём убрать тут всё за ночь. И это точно были те же самые мужики, которые притворялись копами, когда умерла миссис Сандерсон. Я утром видел, как они уходили. Я их тоже видел, помнишь? Ага, может, поэтому... Они ночью пришли, поняли, что мы их узнаем. Тот так и не сумел выяснить их настоящей личности, да? Ага, ну, готов поклясться, что пару недель назад видел, как один из них заходил в церковь. Я за ними теперь каждый день наблюдаю, они там частичко собираются. Только в церквях так постоянно делают. Собираются. Может, ничего важного, а может, что-то очень важное. Да. Мне всегда было не по себе от этой церкви. В детстве мы пару раз поднимались на Малолейный холм на праздники. Я обсуждал с Тодом возможность установить там скрытые камеры и записывающие устройства, просто чтобы проверить. Круто! Приятно видеть. Прибегнуть к VIP. VIP? Взлом и проникновение. Ты чё, чувак? Ах, да. Да. Так, а в первой спальне чё-нибудь есть? Аппаратура. Хм, тут слегка надорван ковёр, но рукой его не подеть. Да, блядь, понятное дело, что ковёр рукой не подеть, блядь. Чё, мы зря припёрлись? Вот же сука. Блядь, чё так притормаживать, сука. Опа-на! Коноплишка Тодд, да? Привет, ребята! Ларри, ты уже пришёл за добавкой? Воу! Не мне, а и так нормуль, Рэй, спасибо. Здравствуйте, миссис Моррис. Сал, уже видел сад, что думаешь? Он прекрасен. И ещё бы, это истинная красота. Откуда вы всё это достали? Если бы я тебе рассказал, то мне пришлось бы тебя убить. Ха-ха-ха. Хе. Нет, я серьёзно, это не совсем легально. Так что буду крайне признателен, если эта маленькая тайна останется между нами. И разумеется, я с радостью буду делиться с вами всякий раз, когда вам захочется. Ваш секрет безопасности, можете не сомневаться. Я так не думаю, безопасности вообще много не бывает. Знаю тот невосторг, что мы сделали из его старой спальни. Но он знает, какую радость это нам доставляет. Круто. А ещё он знает, что ничто не заменит пустоту в форме Тодда, которая осталась в наших сердцах. Ох. Ему повезло с такими любящими родителями. И такими замечательными друзьями. Я вами чертовски горжусь, ребята, чертовски горжусь. Ясно. Да, блядь, что так тормозит, сука? Хм. Салли кромсали и медвежонок Лария. Какой приятный сюрприз, видали? Привет, Янис. Приветик. Что вас двоих сюда привело? Хм. Вы с моим Тоддом, ребятки, словно горошек в банке, да? О, да, у меня вышла рифма. Хе-е. Видела недавно что-нибудь странное? Постоянно, Салли, жизнь полна странных и прекрасных вещей. Разве нет? Определённо. Мда. Эти ребята только что зашли в ванную вдвоём. Хе-хе. Грэ... Грэг? Ты здесь? Ау. Хм. Блядь, а где нож брать, вопрос. Блядь, я забыл. Где нож брать? Мы же сейчас все хаты прочерстим. Чё? О! Ножик. Заебись. Нашли, блядь, всё-таки ножик, блядь. Хм. Ммм. Это хорошо. Что ножик мы нашли. В новостях сказали, что Чарли выпускают из тюрьмы. Смотрел? Смотрел только этот ненастоящий Чарли. Как думаешь, где он сейчас, в смысле настоящий? Думаю, он либо в лапах культа, либо они его уже убили. Или пустили на колбасу. Фуууу. Я с этим чуваков хреновенько сходился. Но никто не заслуживает оказаться в колбасе. Чарли был немного странным, но хорошим. Он даже начал мне нравиться, пока мы не решили, что он убийца. Блин, мы ему конкретно подговнили, да? Мы не виноваты, мы не могли знать. И ты собственными глазами видел, как он её убил. До сих пор кошмары снятся. Да. И ванны никого. Чё, идём скрывать ту херню, блядь? Так, она здесь была? Или нет? И чё там? И откуда я знаю пароль? В натуре откуда? Пароль, блядь. Так. Ну? Ну? В смысле? Подожди, это не то. Подожди-ка. Подожди, это понятно. А пароль от этой комнаты какой? Ммм. Я немножко проебал, походу, этот вариант, да? Подожди-ка. 435, 542. Серьёзно? Ну, кассета, так кассета. И есть и другие параллельные этому месту, как тот человек, но не такие значительные, каким кажется он. Их сложнее увидеть, и появляются они реже. И что-то ещё, что-то зловейшее скрывается вне поля моего зрения. Пусть мои чувства не могут это обнаружить, я знаю, о его присутствии я чувствую этот пронизывающий взгляд. Остатки моей человечности рассыпаются в этой тьме, я боюсь того, чем встану в этой бесконечной изоляции. О! Потом он её в всю глотку запихал, всю, блин, веришь? Пых, чёртово животное, чувак, обожаю его. Ясно. Чувак, ты меня вообще слушал? Прости, я отрубился на секунду. Ничего. Так, ладно, это всё ебучие кассеты, да? Которые нахуй не нужны для достижения. Так, можно тогда на третий этаж. Ну? Дэвид. И СиДжей. Опа. Йоу, чё, как пацаны. Йоу. Привет, Сиджи, у тебя сегодня вечеринка? Не, ну вечером придут Зи и Сиера, как в старые добрые. Вы тоже заглядывайте, если сможете. Круто, мы запомним. Зашибись. Ага. Понятно. Ладно, поговорим с Дэвидом. Приф, Сал, приф, Ларри. Чё, как, ребята? Привет, Дэвид. Мы тут просто по квартирам ходим. Как у тебя дела? Ай, какие молодцы. Только я сейчас грить не могу. Сара моя приболела. Заботиться о ней нужно. Ох, надеюсь, ей скоро станет лучше. Если тебе что-то понадобится, мы рядом. Спасибо, ребят. Спасибо. Ясно. Привет, ребята. Привет, Сал. И, эм, привет, Ларри. Сави. К вам Сави. О, да, у них ребёнок. Упыха с Мэйпл. Привет, Эксода. Как выживает моя любимая малышка? Хе-хе-хе. Хочешь прокатиться на плечах дядушки Сала? Ой, Сал, у неё сыпь. Лучше не брать её на руки. Спасибо за предупреждение. Мамочка. Да, лопушка. Я хочу прокатиться на плечах дяди Сава. Булочка, давай не сегодня. Хорошо, помнишь, что я сказала утром? А, хавафо. Ой, ну не переживай, малышка. Если пить лекарство, которое сегодня дал доктор, ты у нас быстро полетишь. Хе-хе, обещаешь? Обещаю. Обязательно. Хе-хе. Да. Вот так пых. С девушкой пых-пых, да? Так. А чё в 304-й? Чё? В смысле? Чё за... Хм, что там? Это зуб. Фу, чувак, ты подобрал его голыми руками. Ну не оставлять же его здесь. Что если он понадобится для чего-нибудь? Да на кой ляд нам может понадобиться зуб? Причём тут это? Мы исследуем паранормальные явления, оккультную деятельность, сногфилин, здесь творится всякая фигня. Верно подмечено. Только нафиг нам эта информация. М-да. Трэш какой-то. Ещё этажей приличным. Чё, с левой стороны что ли начать? Нарикольная комнатка у чувака. Эгей, а вот и мои ловители привидений. Привет, чувак. Привет, Роб. Как продвигается охота? Хм. Здесь абсолютно пусто. Призраки уже давненько не показывались. Это хорошо или плохо? Мы не уверены, но как раз пытаемся выяснить. Понял. Видел в последнее время что-нибудь странное? Хоть что-нибудь. Ну, у меня на левой ягодице какой-то странный бугорок. Если бы могли взглянуть. О, я не уверен, что у нас для такой подходящей квалификации. Ха, да я ж вас просто наёбываю. Моя задница гладкая, как масло на булке. Хе, булки. Ха, Ларин, ну ты и шалунишка. Лол. Да. Окей. Комната Лизы. Какой Лизы? А, это комната этого. Пахана. Немножко прям переоборудована. Немного. Снова компик у него тут. Хм. А вот и он, да? Родители. Сало. А вот здесь у них ничего не поменялось. По факту. Привет, пап, привет, Лиза. Привет, ребята. Привет, парни. Йоу. О, когда мы последний раз вот так всей семьёй собирались. Недели две назад? Ха, Сау. Нужно сегодня все вместе поужинать. Ну, мальчики, что скажете? Лиза раскроет мне секрет приготовления своей лазаньи. Ммм, Лиза, лучше твои лазаньи в мире не сыщешь. Оу, спасибо, сладкий. Не откажусь от бесплатного ужина. У меня на сегодня планы, но если я рано освобожусь, то обязательно приду. Ладно, а когда ужин будет готов, Ларри отправит тебе мгновенное сообщение, или как вы его там называете? Пап, это называется смс. Точно, точно. Это штука. Договорились. Мда. Точно договорились. Так, стоп. Значит, правая сторона осталась, да? Ну чё, начнем с 404 этажа. Угу. Видеокассета сломана, и чё? Мост. Почему вы не отвечаете, всё смотрите и смотрите, не испытывая капли жалости? Пока мы говорим, они собираются открыть воронку, вероятно, в этот мир. Мост между нами и ними. Ах, иногда... Это что, вас вообще не трогает? Я задаюсь таким вопросом, реальны ли вы? Стоит ли за этим объективом кто-то живой или разлагающийся труп? Мои мольбы о помощи нескончаемым эхом отдаются в безбрежном пустотах смерти. Всё? Ну... Спасибо за инфу. Ну, типа, если трое из нас опустят руки, то и я тоже. Пофиг, что люди об этом скажут, а ты что думаешь? Ааа, ага, ясное дело. Да ладно, я не был уверен, что ты меня поймёшь. Думаю, позже нам стоит повторить этот разговор, сейчас у меня будто туман в голове. Ты опять словил глюки, пока я говорил с тобой, да? Да, извини. Всё нормально, чувак. Я знаю, что ты не можешь этим управлять. В этот раз увидел что-то полезное? Думаю, да, но я пока всё ещё пытаюсь сложить все фрагменты воедино. Ясно. Воедино так воедино. Вот так воедино. Опа-на, мистер Сандерс. Ой, извините, мы не знали, что тут кто-то есть. Мистер Сандерсон? Привет, Ларри, я просто прощался с Сэнди. Прощались? Сегодня я уезжаю из Нокфула, просто мне нужно отсюда уехать. Ясное дело, вам через многое пришлось пройти. А вы это, может прозвучать странно, но никто из вас случайно не видел мою жену где-нибудь поблизости. Не знаю, верите ли вы в призраков, думаю, я просто надеялся поговорить с ней ещё хотя бы разок. Так, мы её... Видели? О боже, этого я и боялся, как-то мой ангелок, у меня так и не вышло остановить с ней связь. Она очень по вам скучает и здесь одиноко, но мы не видели её уже некоторое время. Бедная моя Сэнди, она этого не заслужила. Чего вы боялись? А? Вы сказали, этого и боялся, чего именно? А, да неважно, я просто расстроен, вот и всё. Ребятки, вы не могли бы делать мне одолжение и дать побыть одному? Конечно, мистер Сандерсон, без проблем, дайте знать, если вам что-нибудь понадобится. Спасибо, Ларри. Лучше оставить Германа в покое. Несчастный мужик совсем разваливается. Как думаешь, совет позволит ему уехать из Нокфола? Блин, надеюсь, он и так столько пережил. Да, но если бы он был в культ, и пока его жена не умерла, а потом попытался разорвать с ним связь, как мы думаем, они точно за ним следят. Ты, скорее всего, прав, но от них так давно ничего не слышно. Может, культ распался? А может, они просто залегли на дно и выжидают подходящего момента? Возможно. Мы их в любом случае найдём. М-м-м, да. Последний этаж, походу. Пятьсот второй. Пресвятые фигкашки. Вы совершили ошибку. Какого чёрта, мужик? Нам всем придёт пиздец. Да что ты несёшь? Тебе нельзя здесь находиться. Тьма сгущается. Этот хрен напугал меня до усрачки. Я, кстати, уже видел, как этот бомж здесь спит. Интересно, что он имел в виду? Как мовне, так это просто бред сумасшедшего, чувак. Да-а-а-а, бред сумасшедшего, чувак. Вот так сали и... Хм, что? Похоже на дне птичьей клетки скрытая панель. Не замечал её раньше. Странно. Один из винтов отсутствует, будто кто-то пытался её снять. Ясно Мне понадобится отвертка или что-то типа того Ну и естественно сюда вставлять эти сраные зубы И пять зубов нужно сюда повтыкать, еще четыре Блин, ну неохота мне сейчас с этими зубами ебаться, вот честно, ребят Ах, слишком Муторно, короче И че тут? Это ты доски убрал? Да, утром, когда все осматривал Ладно, давай заглянем еще раз А что тут? Ну матрас А че, в дырке должно что-то опять быть? Петля Столько смертей и разрушений под одной крышей Ага, мне очень жаль семью Холмсов, они не заслужили то, что с ними произошло И как бы мне не хотелось ненавидеть Люка за то, что он натворил Я испытываю к нему лишь жалость Он навлек на себя беду, который, когда решил помочь совету с призывом демона Отстойно, что ему пришлось втянуть в это и Мегансу Стейси Но Майшон и правда мертв Красноглазый демон Ага, я знаю, что Бластер Тодда, скорее всего, уничтожил демона Но это было слишком просто Понимаю о чем-то Раньше я думал так же, но уже несколько лет не было и намеков на его появление А что если мы типа ранили, а он теперь ждет где-то во тьме, набирается сил Тогда мы снова отправим его в ад, как только он появится, блять Ну, прям супер натурал, блять, Винчестера, Салли Винчестер, блять Мда Трэш Стейси, ты здесь? Молчит Стейси всегда сложно было призвать Ты прав По крайней мере, надеюсь, что она с Меган Мда С Меган Фокс Понимаю, понимаю, без тебя я умираю Меган Ты здесь? Тишина Кассета, да? Естественно Голод Голод Хотелось бы я, чтобы эту гребаную воронку уже закрыли, а то можно ебануться, чтобы разодрали этот мир к ебеням, чтобы все это закончилось, бля Ее Прям рифма, сука Мне нужно, чтобы это закончилось Окей Тириди, 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 тири, тириди, тириди Так Так, теперь с этой стороны. Или мы с этой стороны были? А, точно, бомж, были, да. Подожди, а почему? А почему теперь апартаменты у нас необычные? Серьезно, это из-за подвала, блядь? Из-за ебучего санного подвала? Вы в натуре, блядь? Молоды. Блядь, чё? Ещё зуб? Ага, это, наверное, подсказка. Ой, блядь. Только не говорите, что эти зубы обязательно нужно, блядь, собирать. Я ж просто тогда охуею, блядь. Блядь, видимо, где-то обронил ключи, пока ходил везде утром. Помнишь, когда последний раз его видел? Не, я был на стол уверен, что он спокойно лежит у меня в кармане. Он обязательно найдётся. Блядь, ключ? Блядь, а где ключ? Блядь, ну заебенно, чё сказать. Теперь чё, блядь, ключ искать? Вы, блядь, серьёзно? Чё за пиздец, блядь? Вы ж не хотите сказать, что я... ключ не найду? Блядь, и где ключ искать? Да, блядь, ну вы ж не серьёзно, что ей нужно обязательно искать? Ах, подожди. Блин, пиздец, вы серьёзно? Блядь, ну эта серия долго выйдет, если, блядь, искать эти ёбаные зубы. Блядь, ну пиздец какой-то, блядь, чё сказать. Ладно, давайте заново ещё проверим, блядь. Блядь, это какой-то пиздец. Пизда тут просто, чё сказать. Я думал, можно было... Пока что мы не в зуб ногой. Чувак, перестань. Так, два зуба, да? Окей, два так два. Да, блядь, какой третий этаж? Ладно, придётся уже третий этаж. Чё? Ладно. Ой, господи, ёбаная беготня. Серьёзно. Вот у меня просто... Слов нету, блядь. Это, наверное, самый, как бы сказать, слабый этот... Слабый сюжет. Эпизод, точнее. Пиздец. Я сколько тут уже... Ебусь с этими... Движухами. Стоп, мне показалось или там баня? Нет, блядь, показалось, походу. Двести третий. Я сначала думал, что зубы ради достижения, блядь. Но, походу, что нет. Они нужны, по-моему, для активирования скрипта. Походу. Так. Ну, тут мы уже были. Так, может быть, спальня один. Но спальня один мы тут нашли кассету. Может заглянуть в ванну. Ванну, ванну, ванну. Блядь, помню, что в какой-то этой раковине, блядь. По-моему. Но это не факт. Так, подожди. Вот он, блядь. Тебе не по зубам, мой тонкий юмор. Три. Ещё последний, что ли, блядь. А где последний, блядь, зуб последний искать, блядь. Ё-ё-ё-ё, я не знаю, блядь. Стоматолог, что ли, эту серию, блядь, назвать. Так, ну... Понятно. Блядь, я уже в этих локациях, блядь, запутался. Бляха-муха. Это второй этаж. То есть, нам ещё на третий пиздовать? Ладно, давайте все прошерстим. Дэвид. Ой, мы эти шерстили. Значит, четвёртый этаж. Четвёртый и пятый остался. Так. Лиза. Так, ну у Роберта... Явно ничего нету. Может, у нас что-нибудь есть? Ни хуя. Не. Тут ничего не будет. Скорее всего, в этом. В толчке. Бляха-муха. Чё, блядь? Ни хуя ничего? Ёбаный же ты в рот. Ну. Бля, какие-то тормоза. Мне это нихуя не нравится, блядь. Понятно. Тут ебучая хуйня. О, блядь. Бля, такое чувство, как будто, блядь, зеркалье, там, блядь, какое-то. Зазеркалье, блядь. Блядь, а может, не все зубы собрали? Чё за пиздец? Может, на пятом этаже, блядь? А чё тут на пятом этаже? Да, блядь, это мы в курсе. О, блядь. Блядь, подожди, тут же ничего нету. Ну да. Стопа, может быть, левее? Ни хера. Блядь. Давайте посмотрим в... Ванне. Чё? Не, нихуя ничего. Тут явно ничего нету. Бля, хамуха. Пятьсот два. Так, ну это... Опа! Блядь, возле... В этот раз бездебильных каламбуров. И мысок не было зубной ухо. Вот, по-моему, уже все зубы. По-моему. Только вопрос. Они сюда вставлялись? Ну да. Блядь, а как их вставлять? Правильно, вопрос. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. С сверху. Погнали. Н внизу. Где у нас N? Этот что? Ага Нет? Может тогда Ого Кажется я нашел ключ Я его не терял, я просто Погоди, откуда он вообще там взялся? Я его туда не клал Кто-то хотел, чтобы мы его нашли Они не могли, не знаю, просунуть его в щель под дверью Или положить в почтовый ящик Реальность вообще запутанная паутина Эм, чё? Забей ключ у нас Пойдем проверим храм Блять, гениально Как я и думал Зубы надо было обязательно Обязательно, блять Да, моя чурка меня не подвела, блять Погнали, блять Два часа спустя Кажется тут все как обычно, Ларри Ну, насколько обычным могут быть апартаменты Эдисона А как же зуба? Зубы? Горящая птичья клетка и ключ Да, это было немного странно И мое предчувствие никуда не делось Скоро случится что-то хреновое, чувак Не знаю что и когда Но прям чувствую Может ты и прав, расскажу все Тоду, когда он вернется домой А вечером мы снова зайдем уже с его гаджетами Ладно, когда у него кончаются занятия Уже должны были кончиться Но сегодня я еще с Сэш встречаюсь Ой, точно, зови ее с собой Думаю, пока не стоит особо сильно нагружать ее всякой паранормальщиной Твоя правда В последний раз, когда она ходила с нами Хорошим дело не кончилось Блин, это было год назад Такое ощущение, словно с каждым годом Время летит все быстрее и быстрее Это точно А еще не забудь, что завтра вечером мы собираемся поужинать все вместе Хе Да, а как тут забудешь Вы с Сэш мне тысячу смс-ок об этом настрочили Привет, Эшли Эмм, Сал Как я рада тебя видеть Я по тебе ужасно скучала Эмм Я тоже по тебе скучал, Эш Ты постриглась Мне нравится И мне тоже Спасибо, так кататься проще А ты, вижу, тоже прическу поменял А, ну да, типа того Блин, Эли, это оставить Хотя не особо А, ну да, типа того Смотрится круто Хотя я немного скучаю по твоим хвостикам Хе Я не бывал на озере с того раза, как мы с тобой ездили вместе Что ты сказал? Я сказал, что давно не был на озере Я тоже там очень здорово Тихо, спокойно А как у вас с Беном? Дела, всё в порядке? Да, в порядке Что у вас вообще произошло? Дурацкие семейные ссоры Он назвал меня бездушной, потому что я не плакала на похоронах бабули Он сказал, что я не человек, потому что никогда не плачу и бла-бла-бла А потом мы в пух и прах рассорились А я ведь так грустила из-за бабуля Ну да ладно, главное, что теперь мы помирились И у нас всё в порядке Знаешь, а ведь я правда ни разу не видел, как ты плачешь Что ж, значит я и правда бездушный монстр Грррр, аррр Берегись, мы тут убиваем таких монстров, как ты Не, это ты берегись С этим монстром вам связаться не стоит Ух, какие грозные слова, юная леди Надеюсь, ты успела поцеловать мамочку на прощание Ха-ха-ха Как у тебя дела, Салли Крамсалин? Хм У меня всё хорошо Это здорово, только вот мне кажется, что ты не договариваешь У меня всё было нормально, просто не знаю, не хочу грузить тебя своими переживаниями Сал, не глупи, мы лучшие друзья Я всегда тебя поддержу, так что вперёд, загрузи меня до смерти Я это уже говорила, но ты же знаешь, что не обязан его при мне носить Своё лицо? Свой протез Ну, он давно часть меня, лицо, которое я ношу на публике Лицо, которое я ношу постоянно Просто хочу, чтобы ты знал, что не обязан носить его, если не хочешь Тут только мы с тобой Больше никого Так, как твои дела? У меня всё в порядке, но мне лучше с тех пор, как я уехал из города Я думал, тебе нравится этот город Очень нравится, там здорово и постоянно происходит что-то интересное Но вот жить там не очень Постоянная шумиха и куча народа, иногда собственных мыслей не слышишь Могу представить Чем больше времени там проводишь, тем сильнее ощущение, что теряешь связь с природой Как бы странно это ни звучало, я скучала по Нокфилу Скучала по свежему воздуху, по природе, по возможности видеть ночью звёзды И, конечно же, по своим друзьям Мы по тебе тоже скучали, Эш, только звёзды мы сегодня вряд ли увидим Буря собирается Я заметила, кажется, мы можем попасть под дождик Так, секунду, друзья, сейчас кое-чё проверю А! В общем, получается, будет ещё суд Ну да И, наверное А, нет! Ё-моё Ну тут, как сказать, теоретически тут-то Блин, ну тут, походу, дофигища чё будет Блин Я думаю Сейчас посмотрим по времени Вот А как же художественное училище? Думаю, что отдохнуть какое-то время от учёбы я как-то перегорела Как думаешь, потом ты к ней вернёшься? Скорее всего, просто нужно кое с чем разобраться Думаю, похожу в местный техникум, пока не соберусь О, было бы круто, Ларри тоже подумает туда пойти Он упоминал, и я удивилась Не думала, что он захочет получать высшее образование Я тоже Он будет, как в старые добрые времена Вся наша компашка снова учится вместе Ты довольна? Довольна чем? Да всем Жизнью Даже не знаю Сложный вопрос У меня в последнее время много проблем Но я пытаюсь искать то, что делает меня счастливой То, к чему стоит стремиться Иначе в чём смысл, понимаешь? Ага Сейчас я довольна, даже больше счастлива Ты уверен, что ты в порядке, Сал? Я начинаю за тебя переживать Даже не знаю Кажется, я немного не в себе Такое ощущение, что всё вокруг какое-то неправильное Что ты имеешь в виду? Меня ничего не успокаивает Я постоянно чувствую себя неуютно Словно моя душа в раздрое с телом Хочется просто кричать небо, пока оно не упадёт Ну так и? Ну так и что? Вперёд! Ну не знаю Да прекрати, уверенно тебе станет легче Привет, Тот Привет, уже вернулся со свиданки с Эшли? Не думаю, что это было свиданием, но да Как скажешь, Сал, и как всё прошло? Я был рад увидеться, хорошо, что она вернулась Да уж, Эш славная, к тому же нашим расследованиям не помешает женский взгляд Да даже незамысловатый взгляд в расследованиях тоже не помешает Кстати, об этом Мы с Ларей считаем, что в апартаментах опять творится какой-то пиздец Я сказал ему, что мы заглянем вечерком Отлично, будет возможность проверить пару штучек, над которыми я работал Дай мне минуту на сборы Без проблем, дай знать, когда будешь готов отправиться Лады Сал, сори, братан, пожалуйста, не вини себя Простить? За что? О чём ты? Моё время пришло Только попробуй что-нибудь учидить Слишком поздно Меня скоро не станет Хорестебаться, Ларри, не смешно Эй Ларри Ларри Возьми трубку Ну же, Ларри, возьми трубку Только попробуй не ответить О боже Ларри 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 Он прям в этот поднялся к нему домой Где ты, черт подери? Че? Нет Нет Ларри Что ты натворил? Ларри, почему? Я была так рада видеть Сало, что сначала я не заметила, насколько странно он себя ведет Когда мы сидели на озере Виндига, я начал обращать на это внимание, но на тот момент он казался мне просто грустным Я подумала, что может он перестал принимать свои таблетки Мисс Кэмпбелл, хоть раз во время вашего свидания с Салом вы чувствовали, что вам угрожает опасность? Нет, сэр, совсем нет Сал был одним из милейших парней, кого я знала Я всегда чувствовал себя в безопасности рядом с ним до того вечера Вы можете рассказать, что увидели в домике на дереве? Через какое-то время после того, как я вернулась с озера домой, мне позвонил Сал Прошел всего час или около того Он был перепуган, и по его голосу было понятно, что он плакал Он сказал, что Ларри мертв Я умоляла его позвонить 911, сказала, что позвоню сама, если он не станет В итоге кто-нибудь позвонил в 911? Нет, еще в старшей школе мальчики убедили меня, что в Нокфиле орудует тайная организация, связанная с полицией Что им нельзя доверять Так что, вопреки здравому смыслу, я не позвонила в 911 и сразу же поехала в апартаменты Когда я добралась до домика на дереве, Сал вел себя очень странно Ходил кругами и разговаривал сам с собой Естественно, он был расстроен, как и я сама, но таким я его никогда не видела Я попыталась успокоить его, но он продолжал бормотать что-то о культистах и каком-то неминуемом грядущем взлет Он сказал, что Ларри в домике Мне понадобилось собраться с силами Я не понимала до конца, что происходит Мертвый Ларри на самом деле или же Сал сошел с ума Я поднялась в домик, но там все было как обычно, только лежала пустая бутылка из-под алкоголя Часто ли Сал выпивал? Совсем не часто, Сал очень редко притрагивался к алкоголю Как-то он рассказал, что боится напиваться, потому что зависимость это у них семейная А он не хочет становиться алкоголиком Поэтому я поняла, что что-то не так, Ларри нигде не было видно А Сал начал меня серьезно беспокоить Я попыталась привести его в чувства и вразумить Но это ни капли не помогло Я попыталась увести его в дом, но он отказался и мы разругались Раньше мы никогда не ругались Мне пришлось уйти, я не могла находиться рядом с ним в таком состоянии И не хотела все усложнить Перед тем, как я сообщила Генри и Лизе, что Салу нужна помощь Они сказали, что присмотрят за ним Я попросила их позвонить мне, если понадоблюсь Оставлять Салу вот так было ужасно, но я не знала, что делать Я должна была остаться, я должна была остаться с ним Я всю ночь сидела у телефона, пока не зазвонил второй раз И все было плохо Минут через десять после того, как ушла Эшли Приехал тот Он понял, что что-то не так Потому что я резко сорвался с места и не отвечал на сообщение Он приехал на фургоне и привез нашу экипировку Я рассказал Тоду, что сделал... Извиняюсь Что сделал Ларри Нам понадобилось время, чтобы прийти в себя Ларри был нашим лучшим другом Как я упоминал ранее, мы были семьей Мда Куда делся его труп? Не уверен, он пытается что-то мне сказать, но тут сплошные помехи Кажется, у него не получается с нами нормально связаться Давай попробуем новый гаджет Думаю, он поможет Погоди секунду Готово, я модифицировал твою гитару некролампами Это должно позволить нам взаимодействовать с миром духов В определенных пределах Как она работает? Включается сплош... Понятно Как ты можешь видеть, я добавил на гриф 12 символов Делай все как обычно Да, попробуй сыграть Че? Э И че? Алло Ты издеваешься? Че за фигня? В смысле? А-а-а И А, мы уже сыграли Что произошло? Тот? Ларри? Эй, есть тут кто? Ну здравствуй, дорогая моя Салли Кто вы? Роуз? Свет твоей гитары несет в себе магию иного мира Возможно, пророчество все же окажется правдивым Эм, что? На объяснение нет времени Ты должен использовать эту силу, чтобы остановить их Пожиратели бога добились своего Несмотря на все наши усилия Что за хрень только что произошло? По материи мира Прошла рябь Началось Ты должен уничтожить магические барьеры, чтобы добраться до источника И положить всему конец И как же мне это сделать? Используй силу Некроламп Тебе понадобится помощь из мира духов Чтоб найти скрытое от твоего взора Я с этим помочь не смогу Я обязан оставаться в черной комнате Однако я могу временно освободить твоего друга Ларри от его оков Он станет твоими глазами на той стороне Добрый путь, дорогая Салли Сал? А? Ты меня до усрачки напугал Ты куда-то исчез, а потом какой-то сильный звук раскачал дом Где ты был? Кажется, гитара сработала Я видел Розенберг Она сказала, что культ вернулся Мы должны остановить их, пока не... Что за... Что только что? Клани Кажется, Розенберг нам как-то помогает Я так долго торчал в этом грёбанном домике Да всего несколько часов прошло с тех пор, как ты, чёртов мудак Как ты мог так поступить? Почему ты оставил? Почему? Почему? Прости, чувак, серьёзно Но время поджимает Ром сказала, что культ уже здесь И необходимо остановить Будет тяжко Поверить не могу, что это происходит Не могу поверить, что тебя больше нет Пошли, Сал Надерём жопы этим улёбком Ну да, мне тоже это нифера не нравится Блять Надрать жопу этим улёбком Подожди А, получается мы это Должны переключиться теперь между Ларьи, да? Подожди, а как стрелять-то? Чё? Подожди, а как им стрелять? Это я понял, а как стрелять эти херни? Не понял, никуда А, подобрать! Ларьи Это камень смерти Ты должен использовать эту ревеликвию, чтобы помочь Салю Что он делает? Эй А, ну теперь сработает? Отлично Барьер мы убрали, да? Погнали Так Подожди, я пусю Бля, хамуха Не сбиться, да Ну, вот, короче, здесь начнётся полный пиздец В том плане, что Нам по всем этажам придётся шкериться Ну, в смысле, всё это проверить Где эти ебучие барьеры Начиная с пятого этажа, блять Так, сто минут это получается Два часа это будет где-то Два часа Короче, двадцать минут ещё можно поиграть, да? В принципе Закрыто И здесь закрыто А, ну теперь получается Между миром Ларе надо переключаться, да? Так, пятый этаж Здесь какая-то слизкая херня Размешаем, да? Прыгнуть вниз пока нет смысла, да? Ручки нет Тут тоже Да, блять Да, покинуть Ага, вот тут колонна Понятно Э, подожди Держись, чувак Ну да Было бы ещё за что Чёрт Вы в порядке? Что это за ебалда? Мама, Генри? Если вы меня слышите Мы всё исправим Только держитесь Ну да, блять А, подожди Ване ничего нету? Подожди Я не помню уже, да? Нет И булды Никакой нету Кажется В коридоре Что-то произошло Блять Да я знаю Что эту хуйню Надо уничтожать Так Отлично Значит Прыгаем вниз Да? Окей Чё? Кстати, заметили Персонажи не говорят Вот когда эта хуйня Произошла Персонажи Теперь нихуя Не говорят С ними нельзя Взаимодействовать Вот типа Они телек смотрят О, гля С родителями Можно поговорить Нихуя себе Поворот, блять Так, подожди А чё родители Скажут? Чем заняты? Мы смотрим Мы смотрим Телевизор На Какой в этом Смысль? Все передачи Одинаковые Всё стало Таким Предсказуемым Эй, с вами Всё в порядке? Мы в порядке Сал В полном Всё чудненько Ладно Только Только нихера Ни хера Ни чудненько Блять Так Опять эти Блять Символы Ебалых В рот Еээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А чё 400 в четвёртом, блядь? По-моему, нихуя ничего Мистер Сандерсон Так вот, что он имел в виду, когда говорил, что собирается уехать Ну да, чувак уехал в дальние края, блядь Вот и мистер Герман, блядь Герман, что с вами произошло? Вы хреново выглядишь, мужик Ты тоже так себе? Так, стоп, как ты тут оказался? Да, как и ты, умер Нет, в смысле, как ты оказался в этой комнате? Здешние признаки должны быть привязаны к месту своей смерти Сэнди тоже должна быть здесь, но теперь слишком поздно Я опоздал, её больше нет Все старые души были поглощены Розенберг разрушила заклинание, которое держало меня в домике На дереве или типа того, не уверен Знаете, что произошло с остальными призраками? Это дело рук культа? Это не имеет значения Ничего не имеет значения Я просто подожду, пока оно меня заберёт Всех нас ждёт такая судьба Ещё не слишком поздно Сэн остановит эту дрянь, а я ему помогу Ты лишь потратишь силы впустую Всё понятно А чё в этой комнате-то? Кассета? Что это такое, блядь? Я, кстати, не могу это нахуй подобрать, блядь Да уж, трэш Опять камень активировать? Серьёзно? Ёк, твою же мать Блядь А я не помню магнитофон, на которую Эту надо активировать Блядь Мне ещё и звонят Заебись вообще, блядь Так, но этот никак не активируется Нихера Блин, а какой же там пароль? Я знаю пароль Я знаю ориентир Мрачные ноты спасут наш мир Так Подожди Подожди-ка, подожди-ка На частоту 93,7 Так а вот откуда мы знаем Эту частоту 93,7 Чё-нибудь извинилась? Подожди А чё делать-то Стопэ Я чё-то нихера не могу понять Ну допустим Прыгнем мы вниз Мы должны смотреть За пределы жизненных тяжбу Самую суть всех вещей В этом наше спасение И чё? Сали кромсали Приятно видеть тебя Здравствуй, Сал Как твои дела? Приветствую Рад, что ты смог По нам заглянуть Не могу задержаться Я немного занят И всё же очень рад Видеть у вас Всё хорошо У нас всё пучком Чёрт просто зашибись Ты должен остаться, Сал На, тебе лучше остаться здесь Нет смысла сопротивляться, друг Эй, мне надо идти Всё в порядке Не беспокойся, Сал Ты поймёшь И чё? Я так понимаю Там и там надо активировать Стоп, подожди Ля, в натуре. Ну все, зашибись. Мы сейчас и активируем эту хрень. Так, подожди. Блять, как же быстро. Я нет, успел. Так, ну прыгать пока сюда не будем. Закрыто. Ага, комната Пыха, он тут один с ребенком, получается, да? Очень странно, кстати, что он один. Пых, ты как, приятель? Как? Ага, тут творится какая-то фигня, думаю, скоро все устаканится. Скоро? Ага, просто приглядывай за Содой, ладно? Содой? Это твоя дочь, помнишь ее? Она сидит прямо рядом с тобой. М-да. Так, ну, наверное, думаю, спустимся на второй этаж. Можно проверить. Ага, они вообще стали какие-то прозрачные. Когда играешь за этого? Чего? Комнаты нету. В натуре? Ага, вот и камень, да? Здесь замок липкий какой-то. А здесь что? Ага. Блин, а я забыл, что тут уже делать. Тут надо, наверное, в 202-й за этого. За Салю. Ага. Понятно. Что-то мутить, походу, в квартире, да? Перед цветом была тьма, и ничего. М-да. Так. И че нам делать? Ванная. Эти будто зомбированные, блядь. Старая квартира по Кертону. Блин, мы же тоже ничего не можем здесь сделать. Блядь. А я забыл, что делать. В 202-ю. А тут же... Подожди, а подожди, а ее можно расхуярить, нет? Блядь, сказали бы, ебаный врод. Я б сам не догадался. Пиздец. Так, а что там? В толчке. Ну? И? Не понял. А где ты это достанешь? Вопрос. И че? Мы ж ничего нахер не активировали. Ну, допустим, и че? Да, где двести один? А! И че? И че в комнате двести один? Блин. Ваня что-то? Блядь, я че-то ничего не пойму. Тут все так запутано, блядь. Че? Спальня два. И че? И че? Из унитаза липкий ключ? Хорошо. Двести один. Спальню один. Подожди, это спальня два. Это ванная. Подожди. Спальня один. Подожди. Нет, стоп. А где тут спальня один? Че-то я не втыкаю. Спальня два. И че? Ее че, не было, что ли, до этого? Меня что-то реально затупил. Ну, окей. Блядь, ну тут с этими, блядь. В смысле, бля, G. А, в смысле, J. J, L, J. J, L, J. Ебать, 7 нот. Ебануться, блядь. J, L, J. Джей. Подожди-ка, сейчас попробуем, посмотрим. J, J. J. Блядь, в этом вся косичена. В смысле? Там же J была, блядь. Расстановка другая, что ли? Ебануться, пиздец, блядь. Ебать. Какого хуя? Он за реально жестко. Чарли. Да, весело обосраться. Понятно. Ясно. Ну, понятно, что тут, наверное, ничего не будет. Тут просто параллельный мир. То, что ребята в апартаментах делали. И все. Настанет запрыгнуть на первый этаж? Серьезно? Мистер Гибсон. И у него закрыто. Мистера Гибсона. Серьезно? Яванусы. Ясно. У мистера Гибсона, значит, все закрыто, да? Мистер Гибсон. Фу, из ее комнаты несет тухлятиной. Да. А мистер Розенберг, значит, закрыто, да? Чего? Стремного поня? Подожди, а разве... У нас же не было никакого поня. Интересно, какого поня нужно было установить, чтобы эта дичь была? Какой-то там видеоролик. Да уж. Тупо... Ебать. Теперь 9 нут. Пиздец. J, L, L, K, J. Пиздец. L... В смысле, блядь? Бляха-муха. Да ебаный, брод. Бляха-муха. Блядь, я сейчас ошибусь из-за того, что... Мне тупо... Пытаются... Блядь. Блядь. Нихуя себе, успел серьезно... Ебать. Нихуя себе, поворот. Маленький мальчик на пороге забрения. Завороженный бескрайне бездный. Чего? Мистер... Связанный, измученный миром людей. А-а-а, все, начался этот трэш. Узник плоти и кости. Теренс? Да, только это не Теренс уже. Это давно произошло с вами? Ну, все. Сейчас у нас Теренс отправится в лучшие времена. Времена. Ой, тут трэш начнется вообще полный. Я, конечно, понимаю, что... Короче... Эпизод закончится, но он очень сложный. Ебать тут этих... Капец. Да, жесть. Ладно, я думаю, на этом моменте мы закончим. Мы и так, в принципе, наиграли 2 часа. Для этого 4 эпизода мы его почти прошли. Но оставим все напоследок на сладенькое с этого, в принципе, момента. Вот. Ну, а с вами был Казуку Фэмили. Всем до новых встреч, ребятушки. Всем до скорого. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok